Музыка Групповые и личные выступления в открытом первенстве за Кубок Барвихи по художественной гимнастике сошлись более трех сотен спортсменок со всего региона. Для многих из участниц эти состязания первые в жизни. Научить детей не бояться выступать – одна из задач таких соревнований, отметила главный судья Татьяна Лупенкова. Эти соревнования – это обмен опытом, прежде всего между тренерами. Это выявление талантливых гимнасток. В основном это юные гимнастки, потому что клубы у нас в основном молодые, ну и спортивный клуб Лина тоже достаточно молодой. И для того, чтобы у гимнасток был хороший соревновательный опыт, чтобы они могли выступать на более серьезных турнирах. Уровень подготовки гимнасток достаточно серьезный. Программа выступлений соответствует возрастным категориям. Участницы помладше выполняют упражнения без предметов. Те, кто старше, в выступлении используют обручи, булавы и даже ленты. Награждают тоже всех – победителей медалями, остальных – ценными подарками. Участниц соревнований и их родителей поздравил и директор телекомпании «Одинцова» Евгений Федоров. Я поздравляю вас с победами. Я желаю вам еще больших побед, еще больших целей. За последнее время Одинцовский округ, Одинцовский район сделал очень много для развития спорта. И со своей стороны, с такой надежной командой и с таким надежным руководством, как Андрей Роберт-Чиванов, я обещаю, что в развитии спорта будет отдано очень большое и самое главное место. Кубок Барвихи проводится впервые, но организаторы отметили, что состязания станут традиционными. Ведь участие в подобных соревнованиях играет немаловажную роль в подготовке как молодых гимнасток, так и спортсменок всероссийского и международного уровней. Роман Попов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».